Я бы хотел тоже понимать, как многие наши сограждане, зачем нужно оборонять аэропорт? И не получится ли так, что после того ореола легенды, который действительно является аэропорт, Путин даст приказ сравнять его с землей, например, с использованием тех же тяжелых минометов Тюльпан, в которых одна мина весит 160 килограмм, и могу сказать, что они еще там не применялись, потому что здание аэропорта после использования превратилось бы просто в руины. И в итоге это будет еще одна трагедия. Давайте определяться, если есть 32-й блокпост, то зачем мы обороняем 32-й блокпост? Может быть, надо было временно отойти, сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. А вот не мает такого відчуття, что, ну вот, влада, вона, надзвичайно, медиа, шутлива, шутлива до критики, так? И вот этот аэропорт, он настолько уже действительно, как вы сказали, оповитый ареолом легенд, мифов и народной творчести, что просто сдавать его, это означает наразиться на велику критику. Потому что я говорила самими людьми, которые стоят там, они не понимают сенсу. То есть, что такое Донецкий аэропорт, для того, чтобы на карте объяснить, какая роль, функция и задача. Донецкий аэропорт держали до конца августа месяца, потому что это был плацдарм для того, чтобы освобождать Донецк. На сегодняшний момент у нас было два месяца перемирия, которому теперь мы пришли к выводу, и президент уже открыт, что никакого перемирия у нас не получилось. То есть, дальше идет состояние по принципу ни мира, ни войны, то есть, война может продолжаться в любой момент. Соответственно, надо понимать, если Донецкий аэропорт нужен как плацдарм для нанесения дальнейших ударов по боевикам, на чего надо держать. Если это будет случай, при котором Путин даст приказ, и туда бросят три тысячи русских военных, окружат наших ребят, там устроят еще один-эдин, и ловай столько размером поменьше, это другой вопрос. Вот на эти все вопросы должны давать ответы верховные главнокомандующие, лица, уполномоченные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!